Здравствуйте! Я продолжаю отвечать на вопросы украинки, начатые в предыдущем видео, то есть вчера. В общем-то, что неудивительно, сильно уж такого большого ажиотажа, количество просмотров это вчерашнее видео не вызвало. Ну, в общем-то, это нормально, потому что всех интересует, если можно так сказать, какие-то жареные факты. То есть то, что там происходит, применительно к Украине, то, что там где-то что-то освободили, или наоборот российские войска наступают, или еще что-то произошло, или убили, точнее погиб в ДТП так называемый гауляйтер Херсона-Стримаусов. А какие-то, скажем, с уклоном, что ли, в философию, если можно так сказать, подобные видео, интересы у широкой публики, как правило, моему сожалению, не потому что это мои видео, речь не только о моих, но у широкой публики, к сожалению, огромного интереса не вызывают. Какой-нибудь котик в ТикТоке или блогерша с раздутыми губами набирают миллионы просмотров. Ну, как есть. Возвращаясь к ответам на вопросы, хочу еще оговориться, что, конечно, часть этих вопросов стоило бы задавать в Германии людям, обреченным властью, ну, если бы они вообще согласились и смогли на них отвечать. Ну, задали мне, попробую я. Итак, теперь уже четвертый по счету вопрос. Может ли современный диалог двух культур немецкой и украинской повлиять на развитие ситуации в Украине? Ведь многие политики говорят о сейчасном развитии событий. Что нужно сделать, чтобы, как говорят немцы, это работало? Какие общие формы, модели и проекты могли бы стать результативными в этом плане? Во-первых, что такое диалог культур? Что такое культура? В общем-то, как и государство, потрогать руками. Ну, государство точно нельзя руками потрогать. Культуру, там, произведения культуры, конечно, какие-то можно. Но диалог культур, есть ли силы и возможности в Украине, у украинских деятелей культуры сейчас, скажем, активно, что ли, популяризировать украинскую культуру в Германии, в частности, и в Европе вообще? Есть ли, с другой стороны, большой интерес у немецких деятелей культуры и немецкую культуру в Украине популяризировать, продвигать и вообще этим заниматься? То есть, тут вопрос достаточно большой, в смысле, большой по своей сложности. Что касается форм, моделей, проектов, в современном мире очень сложно сказать, что, как сейчас принято говорить, зайдет, а что не зайдет. Единственное, что так, навскидку, я бы отметил, что какие-то визиты официальных лиц Украины, не очень официальных деятелей культуры выступления в Германии, опять же, в частности, в Европе вообще, наверное, смогли бы сыграть свою роль, но, опять же, по вышеупомянутым критериям, по вышеупомянутым мотивам, насколько эта реальность сейчас осуществима, сказать очень и очень трудно. Пятый вопрос. Культура, генетический код нации, в том числе и писательская, должна быть сохранена. ЮНЕСКО создает специальный фонд в базу культурного наследия Украины, который ежедневно страдает от бомбардировок и уже понесла невосполнимые потери. Какой вклад могли бы внести немецкие писатели в этом направлении? Существует ли возможность доступа к государственным проектам в этом плане? Осуществляется ли помощь в оцифровке предметов нематериального наследия? Что касается оцифровки и вообще всего связанного с новыми технологиями, всего связанного с компьютеризацией, то давно уже всем известно, что Германия в этом плане, ой, как не впереди планеты всей. Если еще 5-8 лет назад в Беларуси можно было к врачу записаться онлайн, таблетки заказать и прочее, многие очень вещи в Беларуси происходили в интернете, то здесь, когда попадаешь на врача, у которого есть сайт, и с которым можно через сайт связаться, это где-то в чем-то вызывает удивление. Потому что основной, допустим, с врачами способ коммуникации – это либо лично, либо по телефону. Так, что еще насчет, опять же, писателей? Я уже говорил в предыдущем видео, насколько можно судить каких-то вот мегапопулярных, чтобы, вот как были там Эрих Мариер и Марк, Фейхт Хвангер и так далее. Можно сейчас долго говорить об их, так сказать, нравственной и политической позиции, но вот имен такого масштаба, или как Гюнтер и Грасс, как-то, я не говорю, что их нет, не утверждаю точнее, но как-то на слуху что-то вот, если в части музыкальной родившаяся в Сибири русская немка Хелена Фишер мегапопулярна как певица в Германии, так об этом, как бы, знают все. Что касаемо писателей, ну, в этой сфере, увы, еще как-нибудь там будут и другие вопросы, связанные с этой темой, в этой сфере, увы, господствует коммерческая составляющая. То есть, если издательство считает, или хотя бы предполагает, что это не будет сильно продаваемым, то вариант-то в два. Тебя не будут печатать твои произведения, либо предложат издаться за свои деньги. У кого-то они есть, как у Ходорковского, который издал там книгу, книгу «Как убить дракона». У большинства, особенно начинающих, вне зависимости от возраста, таких денег нет, да и многие не видят в этом смысла. Поэтому то, что идет по линии международных организаций, ну, замечательно, пусть этого и недостаточно, но это хотя бы что-то. Какие-то проекты в Германии и прочее, в принципе, да. Но вопрос в том, что нужно, во-первых, хорошо знать, к кому обратиться, во-вторых, правильно, вдумчиво составить этот, так сказать, проект, ну, и в-третьих, понадеяться на удачу, что на фоне других именно этот вдруг, да, окажется в приоритете. Других вариантов, ну, я в крайнем случае не знаю, уж извините. Шестой вопрос. Если провести параллель из довоенной Украины и современной, с чем, с кем, с какими символами и событиями ассоциируется моя страна Украина в сознании немецких граждан? Какие символы были лицом войны, лицом страны, извините, до войны, и какие стали в настоящее время? Что нового вышло на передний план представлений об Украине? Насчет символики событий, ну, наиболее популярными в Германии сколько-то лет назад были, естественно, братья Ключко, и выборы одного из них мэром Киева вызвали здесь строго поляризируемую реакцию, то есть одни радовались, другие смеялись, крутили пальчиком у виска, хотя у немцев для этого несколько иной жест есть. И что? Ну, Порошенко, ну, коррупция в Украине, там еще чего-то, то есть вот что-то такое. Сейчас, во-первых, я не побоюсь утверждать, каждый немец знает слово Украины. Второе, конечно, генерал Залужин. Это однозначно символ современной Украины, и о нем, наверное, тоже знают, если не все, то подавляющее большинство. Еще один момент – это то, что в сознании многих, я просто в этом уверен, в сознании многих немцев, украинские солдаты, солдаты Вооруженных сил Украины, это люди, которые сегодня защищают европейскую демократию, защищают общечеловеческие ценности, да и, собственно, саму Европу от этого кремлевского недомерка. То, что, может быть, не все, скажем, осознанно, но на подсознании практически все понимают, что не будет такой стойкости украинского солдата, украинского народа, украинского президента и вообще военно-политического руководства страны, то, конечно, если бы России удалось взять Украину за три дня там или за две недели, дальше была бы однозначно Молдова, даже вопросов никаких. Скорее всего, прибалтийские государства, страны Балтии, да и Польша, которая уже очень-очень давно, как бельмо в глазу кремлевского диктатора. Поэтому, скажем, восприятие сейчас Украины точно многогранное. Пожалуй, все знают цвета украинского флага, слышат на улицах немецких городов украинскую речь, ее не понимают, даже те из немцев, которые хоть как-то, особенно с бывшей ГДР, которые учили русский язык, естественно, украинскую речь не понимают, но понимают, что это украинская речь. Поэтому здесь, как бы, действительно все поменялось. А что вышло на передний план? Стойкость украинского народа, президент Украины, глава генерального штаба Украины, министра обороны, советники президента, которые, те из них, которые очень, скажем, часто появляются на мониторах компьютеров или смартфонов с айфонами. То есть, существенная, скажем так, часть информационного пространства все-таки заполнена Украиной в очень многих ее проявлениях. Ну, я уж не говорю про Мариуполь, Ирпень, Бучу и другие места страшных преступлений, не имеющих срока давности российской армии. В этом смысле. И очень многие говорят, что судьбы Европы, новый, скажем, или обновленный миропорядок в Европе после победы Украины будет в значительной степени определяться в Киеве. Так это или нет, поживем, увидим. На сегодня это все. Оставайтесь здоровы. Слава Украине! Живей Беларусь! Играет Беларусь!